Светлана Ганнушкина В ее приемной сидело как минимум с десяток беженцев из Сирии и Узбекистана, переселенцев из-под Донецка и Луганска, а съемочной группе пришлось ждать очереди не менее часа, чтобы вклиниться в плотное расписание Светланы Алексеевны. Разговор оказался длинным. Мы поговорили о политических беженцах, которые ищут убежище в России от авторитарных режимов Центральной Азии и не находят его. О том, как узников совести похищают на глазах российских правоохранительных органов и что при этом делается, или вернее не делается российской стороной. Светлана Алексеевна также рассказала о том, в каких условиях содержатся мигранты в спецприемниках. Но сначала мы не могли не поговорить об умершем в Санкт-Петербурге младенце Уморолей Назарове. Из-за чего произошла эта трагедия? Почему до сих пор, спустя уже месяц, не выдано тело ребенка родителям после вскрытия? И может ли показанное им детское тело вовсе принадлежать не Уморолей? Светлана Алексеевна, последний месяц, ну, собственно говоря, 13 октября, ведь это все произошло, очень много говорят о той трагедии, что произошла в Санкт-Петербурге смерть пятимесячного Уморолей Назарова. Вот с вашей точки зрения, как правозащитника, какая самая главная ошибка была там допущена? Ну, я боюсь, что называется эта ошибка. Это недостаточно, это слишком мягко. Я думаю, что здесь было нарушение законодательства очень серьезное, потому что даже в тех случаях, когда родители обвиняются в том, что они нарушили порядок пребывания на территории Российской Федерации, их везут в суд и приговаривают к выдворению, к административному выдворению, или без суда миграционная служба решает, что их нужно депортировать, у нас как-то разошлись эти два понятия, то и в этих случаях, если суд принимает решение о содержании в СУФСИГах, это специальное учреждение временного содержания иностранных граждан, этих приговоренных, то в постановлении правительственным четко сказано, что они должны там содержаться вместе с семьей. СУФСИГ – это специальное учреждение для временного содержания пребывания иностранных граждан в миграционной службе. С января прошлого года СУФСИГи появились во всех субъектах России. Их режим во многом напоминает места для отбытия наказания. Подъем и отбой строго по расписанию, предоставление свиданий с родственниками заранее оговаривается, при этом оно проходит в присутствии администратора учреждения и продолжается не более 10 минут. Уже не раз правозащитные организации обращали внимание, что ФМС разлучает родителей с детьми. В конце октября ряд организаций указали, что случай с Умрали Назаровым не единственный. В сентябре сотрудники ФМС задержали гражданку Узбекистана, делав Рус-Наботову, которая в тот момент была на 40-й неделе беременности. Вместе с ней задержали и двух ее малолетних детей – 8-летнего сына и 7-летнюю дочь, которые были разлучены с матерью и направлены в приют. Через две недели после задержания женщина родила, после чего ее вместе с младенцем немедленно выдворили из страны. Однако двое малолетних детей и женщины до сих пор находятся в России, ожидая оформления документов и выдворения в сопровождении сотрудников приюта. В сувсигах есть такая возможность, женщин содержат с детьми. В общем, там было ли страшное нарушение, если рассматривать это так, суд не принимал решение о содержании их в сувсиге, поэтому ребенок, конечно, должен был оставлен быть с ними. И даже если бы такое решение было принято, ребенок все равно должен был бы оставаться с ними. А ребенка оформили как ребенка, который был подкинут или найден беспризорным. Это при том, что ребенок был взят из рук матери уже в полиции, а и в отделение полиции, и там внутри в отделении, мать держала его на руках, кормила грудью. То есть говорить об этом ребенке как о беспризорном совершенно невозможно. Но при этом ФМС и полиция ссылаются на то, что у матери, когда их доставили непосредственно в отделение, не было документов. А это не имеет малейшего значения. Вот я и сказала об этом, что даже в этом случае можно мать поместить в какое-то закрытое учреждение, может быть, если к этому есть основания. И при ней должен состоять ребенок, находиться должен при ней. Кроме того, что у нас не было документов. В ППХ не нашли документы, но как нам известно от адвокатов, которые занимаются этим делом, они просто не дали матери возможность найти документы. И через некоторое время в полицию документы были привезены бабушкой. И паспорт матери, и свидетельство о рождении ребенка. Светлана Алексеевна, вот мать тогда говорила о том, что она не совсем понимала вопросов, которые ей задают. Ну, понятно, что у нее языковой барьер и так далее. Вот когда ФМС проводит такие рейды, они их обязаны делать с переводчиками? Конечно, безусловно. Всякое общение полиции с гражданином, любым гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства, с любым человеком должно проводиться таким образом, чтобы тот понимал полицейского. В данном случае понятно, что не было переводчика. Конечно, не переводчика не было, не было, по-моему, и ни малейшего желания обеспечить ей возможность разговора с этой женщиной. И, знаете, в последнее время происходят какие-то такие позорные у нас происшествия на территории России именно с мигрантами, что я начинаю уже объяснять это какой-то психологической деформацией людей, которые этим занимаются. Потому что, по всей вероятности, для того, чтобы бегать, ловить их, привлекать к ответственности, куда-то везти, нужно где-то внутри себя подготовить к тому, что это плохие люди, к какому-то отрицательному к ним отношению, вплоть до ненависти. И, по всей вероятности, с этими полицейскими нужно работать, их нужно часто сменять. И с ними должен работать психолог регулярно. Российская полиция постоянно проводит рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Обычно силовики накрывают какой-либо рынок или стройку. ОМОН охраняет периметр территории, пока сотрудники ФМС повально проверяют документы у всех попавших в оцепление. Тотальные проверки документов могут одновременно подвергнуться от 200 до 1000 человек. Зачастую правозащитные организации сигнализируют, что рейды начинаются против представителей какой-либо конкретной страны. Так, например, было с грузинами в 2006 году, а в 2011 с таджиками. Таким образом, это был неофициальный ответ на задержание в Душанбе двух российских летчиков, которых обвинили в контрабанде. Алексей, ну что же делать вот мигрантам? Предположим, идет рейд, и в числе тех, кто пришел, нет переводчиков. Мигранты не понимают, что делать? Вы знаете, что делают мигранты? Они делают то же, что любая жертва, когда происходит охота, они стараются скрыться. А если им это не удается, то, конечно, им, не зная, как следует языка, и, конечно, не зная своих прав, им очень трудно добиваться, чтобы закон по отношению к ним соблюдался. И это не дело самих мигрантов. Это все-таки дело руководства, полицейского руководства и руководства страны в целом. Потому что, я еще раз говорю, что это, конечно, случай, который разбередил вообще все и всех. Но ведь были же случаи у нас и другие. У нас были случаи, когда 14-летняя девочка, причем гражданка России, из Чечни, вышла в магазин, вулочную, соседнюю. Вы понимаете, что это совершенно нормально. 12 часов дня девочка пошла за хлебом. Ее задержали. Мать не знала двое суток, где она находится. Ребенок без присмотра, без документов и так далее. И нам, в общем, стоило некоторых усилий вернуть ее назад. А что происходило? А происходила кампания. Шла кампания по поиску таких бездомных детей. Ну, не нашлось на этом участке по-настоящему детей без присмотра. Каких-нибудь там 5, 6, 7, 10-летних. Взяли взрослую, в общем, девочку, которая упала было паспорт получать. И забрали ее. Отвезли в 20-ю больницу. Мы оттуда ее потом доставали. Были другие случаи. Были случаи, когда от нас из Центра адаптации обучения детей беженцев тоже девочки ехали и попали в полицию. Я ночью звонила и просила их отпустить. За ними приехала мать, их забрала. Был случай, когда женщина, родившая ребенка из Центральной Азии, женщина не могла выйти из больницы сразу по состоянию здоровья. Бабушки не хотели отдавать ребенка. Такие случаи бывали. Это не первый случай. Не могу сказать, что это массовое явление. Но вот это ведь, это еще и удивительная жестокость. Удивительная жестокость по отношению к ребенку, по отношению к матери. Система, которая сейчас создана, категорически отказывается признавать какие бы то ни были свои ошибки. Ведь существует же еще способ извиниться. Существует способ наказать виновных или даже не наказывая виновных. Проанализировать то, что произошло. Принять меры к тому, чтобы это не повторялось. Вместо этого система себя защищает. И от начала до конца, сверху донизу, все стараются доказать, что виноваты сами родители, что не виноваты полицейские и так далее. Вот эта круговая порука, это, конечно, в правоохранительной системе тоже очень опасная вещь. Очевидно, что это преступление, заявил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Причинами его являются органические проблемы общества и законов. Члены Совета будут рекомендовать изменить миграционное законодательство и регламент работы силовых и медицинских ведомств при контакте с мигрантами. По мнению правозащитников преступления, это нужно квалифицировать как превышение должностных полномочий. По мнению члена Совета Максима Шевченко, трагический инцидент мог быть вызван тем, что для сотрудников полиции эти люди не люди. А история эта является примером проявления жестокости не конкретно гражданам Таджикистана, но могла случиться с любым человеком, как россиянином, так и иностранцем. Между тем, врачи и полиция Санкт-Петербурга объявили, что причиной смерти ребенка является цитомегаловирусная инфекция. Однако адвокатам семьи не позволяет ознакомиться с результатами вскрытия. Им также не позволяет ознакомиться с ходом дела, с допросами сотрудников ФМС и полиции. А потерпевшим по делу признана только мать младенца, которая не говорит по-русски, отец же проходит только как свидетель. Вот, возвращаясь к этому случаю, родители сообщают о том, что в квартире уже несколько раз проводили обыски, причем с собаками. И понятно, что там не пеленки искали, судя по всему, какие-то грязные. И не нашли того, что искали. И не нашли. Но при этом завели уголовное дело на родителей по статье «Плохой уход за ребенком», ненадлежащий. Смотр ребенка. Вот в данном случае что делать родителям? В данном случае родителям, безусловно, доверять тем адвокатам, которые действительно стоят на их стороне. Вот я что могу сказать. К сожалению, в это дело вмешались и так называемые добровольные помощники, которые стараются убедить родителей и признать свою вину. Ну, то есть, как бы изображая помощь, на самом деле работают на стороне вот этой самой системы. Вот. Ну вот им нужно серьезно относиться к тому, с кем они имеют дело, зачем и почему. Понятно. И нужно защищаться. Защищаться и требовать серьезного расследования этого дела. И должны быть следственные действия. Вы знаете, сейчас там, в Петербурге, работают блестящие адвокаты, которых предоставила наша организация. Это Ольга Цетлина и Юрий Серов. Ольга — человек, который выиграл много разных дел, касающихся миграции. Кроме того, она участвовала на стороне потерпевших и по делу об убийстве Тимура Кочаравы, и по делу Николая Геренко. Она хорошо знает всю эту сферу. Вот, мне кажется, что следовать ее советам — это то, что я бы посоветовала этим людям. Ну, понимаете, они тоже ведь не очень понимают, кто мы, что мы, кому надо доверять. А, к сожалению, вмешиваются и другие силы. Ну, вот буквально сейчас наша корреспондентка вернулась в Санкт-Петербург. Она разговаривала с родителями, и ни отец, ни мать не верят, что тот ребенок, который им показали, тельце того ребенка, что это их ребенок. — Они настаивают буквально на независимой экспертизе, по возможности, даже в другой стороне. Хотя, честно говоря, экспертизу-то сделать несложно. Это просто ДНК, экспертиза ДНК. И, честно говоря, мне бы очень не хотелось думать, что они правы. Очень не хотелось бы. — То есть вполне возможно, что это не их ребенок? — Очень страшно. Очень хочется думать, что это невозможно. Потому что тогда это бы означало вообще уже совершенно страшные вещи, тяжелейшее преступление. И вот, собственно, у меня нет предположений, что это так. Мне очень не хочется в это верить. Но сопротивление системы показывает, что дело нечистое, безусловно. — Хорошо. Я понимаю, почему правоохранительная система сопротивляется, защищается и так далее. Защищает своих. — Я не понимаю, почему. Между прочим, я работала 30 лет преподавателем. Преподаватели, которые брали взятки, были для меня самые отвратительные и вражеские, так сказать, лица. — Я не понимаю, почему. Мне кажется, что должно быть чувство уважения к себе и к своей профессии. И те, кто ведут себя таким образом, должны из профессии сгорятся. И я вам хочу сказать, что когда я задала судье немецкому вопрос, а что будет у вас, потому что у них нет сюда присяжных, у них нет таких возможностей. Они считают, что это уже не нужно, потому что у них суд достаточно объективен и так. И когда я спросила, а что вот если у вас будет так себя вести судья, и он сказал совершенно замечательную вещь. Он сказал, его отторгнет судейское сообщество. Вот мне кажется, что сообщество должно отторгать таких людей. Вот этот случай, по-моему, потряс общество. И я гораздо больше читала комментарий, конечно, в которых выражается просто ужас тем, что произошло. И люди понимают, что в конце концов, сегодня это с их ребенком, а завтра это может быть собственный ребенок каждого из нас. Причем не факт, будет ли это россиянин или нет? Да, это совершенно не важно. Я вам привела пример о том, как 14-летнюю девочку вполне россиянку тоже сдали. Только для того, чтобы поставить, как они называют эту палку. Уже не раз суфсиди попадали в хронику криминальных новостей и поле зрения правозащитников. Так, в апреле этого года в Екатеринбургском спецприемнике произошло массовое отравление. Мигранты попросили вызвать скорую, но им отказали. Тогда они отказались возвращаться в камеры, но усмирение вызвали ОМОН. В мае содержащиеся в Калужском спецприемнике подняли бунт из-за того, что администраторы отказывались вызывать медиков мигранту, которому стало плохо. В июне в Челябинске мигранты вскрыли себе вены и зашили рты нитками, протестуя из-за того, что их не выпускали на прогулки. Александр Алексеевич, а что происходит в тех местах временного содержания мигрантов, куда время от времени заточают людей? То есть, некоторое время назад сообщалось о том, что в Псковском таком изоляторе мигранты подняли бунт, буквально скрывали вены и так далее. Некоторые отказываются от пищи и так далее. Неужели такие условия? Знаете, у нас, когда же это было? Наверное, уже года полтора или даже два назад, вот эти центры содержания были переданы из МВД в ведение Федеральной миграционной службы. И нам казалось, что там будет более гуманистическая обстановка, потому что это не силовое ведомство ФМС. Но, как ни странно, оказалась ситуация совершенно обратной. Они стали более закрытыми, туда перестали пускать представителей даже с начала ОНК, пока в закон не была внесена ФМС, как ведомство, закрытое учреждение, которое обязано пускать ОНК. И отношение было отрицательное к тем людям, которые там жили и находились. Что касается вот этих центров, когда они принадлежали МВД, то постепенно у нас с ними сложились очень хорошие отношения. В чем причина того, что вот так вот изменилось, казалось бы, силовое ведомство было с нами в лучшем отношении? Я поняла, в чем проблема. Проблема в том, что помещала Федеральная миграционная служба через посредство суда, а эти сотрудники Министерства внутренних дел были как хозяева камеры хранения. Они не были заинтересованы в том, чтобы люди у них там находились. У них была простая задача, чтобы они этих людей там держали, и они им вполне сочувствовали. Поэтому у нас постепенно установились хорошие отношения, и мы часто получали от них как раз просьбы прийти, поговорить с таким-то и таким-то, потому что у какого-то сотрудника состоялось впечатление, что рассмотрение было не совсем объективным. То есть там создались нормальные человеческие отношения. В начале, вот я говорю, когда эти учреждения, эти суфсиги, страшное слово, суфсиг, были переданы ФМС, в начале отношения были очень плохие. Это были вот закрытые учреждения, потому что ФМС туда поместила, ФМС там держит, и ФМС тоже в честь мундира отстаивает. А какова вообще необходимость в этих суфсигах? Ну, понимаете, у нас по закону может быть принято разное решение в связи с нарушением порядка пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лес без гражданства. Это статья 18.8 КОАП, Кодекс об административных правонарушениях. И статья 18.10 – это порядок трудовой деятельности. Вот в основном люди попадают в результате нарушения этих двух статей. И возможно при этом, что люди приговариваются к административному выдворению с контролируемым самостоятельным выездом. Тогда они могут спокойно уехать. Бывает, что они приговариваются к выдворению с помещением в закрытое учреждение до исполнения решения суда. Вот это два варианта. Вот этот второй вариант как-то должен реализоваться, поскольку он задействован в законе. А каков срок этого до исполнения? Возможно, его нужно было бы просто реже принимать такие решения. Но с другой стороны, я тоже понимаю, что люди приговариваются, уходят из суда и не выполняют решение суда. Это тоже вполне можно понять. Но, правда, решения принимаются совершенно дикие. Принимаются решения о выдворении родителей или жен граждан России. Граждан России? Да. Жен, жена предговариваются к выдворению. У нас закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Уже за один год, по-моему, 300 тысяч получила. Человек, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Часть из них, я твердо знаю, это жены и родители российских граждан. И убрать из этого списка запретов просто почти невозможно. А всего у нас, по-моему, уже полтора миллиона людей, которым закрыт въезд. В основном, это, конечно, люди из наших бывших республик, то есть, в общем, наши бывшие заграждане. Просто очень многие мигранты, которые содержались в этом спецприемнике, как их еще называют, говорят о том, что они там содержатся 2-3-4 месяца. Есть ли хоть какой-то... Два года. Два года могут содержаться. А вы знаете, что у нас не так давно этот срок вообще не был ограничен. Он вообще не был ограничен. Люди в этих местах сидели по 5 лет. А какой смысл туда сажать лиц без гражданства, которых все равно выдворить некуда? А какой смысл сажать туда сирийцев, когда в Сирию выдворять нельзя? И так далее, и так далее. Да, сидят по несколько месяцев. Сейчас мне кажется, вот я уже говорила, что мне кажется, что общая ситуация именно там, именно условия содержания, несколько улучшились, чем было в начале. Правозащитники долгое время добивались, чтобы в России появилась должность уполномоченного по правам мигрантов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, отметил, что в Кремле эту возможность обсуждают. На радио «Свобода» Владимир Караморза обсудил эту проблему с уполномоченным по правам человека в Москве. Нужно ли подключить, может быть, благотворительные организации, какие-то церковь межконфессиональная, будут отношения курировать? Конечно, это можно, как же возражать. Но у нас есть общественные организации, которые сосредоточены на защите прав мигрантов. Вот организация, которая, Светлана Ганушкина, Светлана Алексеевна, она уже многие годы этим вопросом занимается. И достижения какие-то есть, но опять достижения точечные. Вот был вчера у нее на конференции, три дня назад на конференции на круглом столе, который они собирали. Достижения точечные, потому что общее законодательство не проработано. Полномочия у этой общественной организации небольшие. Они могут там, они даже не подают в суд, если к ним пришли мигранты, жалуются, что им не платят зарплату. Те же мигранты просят, что не надо в суд подавать, не надо, а то мы вообще ничего не получим. Как-нибудь так, попробуйте договориться с работодателем, может быть, он нам что-нибудь заплатит. Ну вот так вот они договариваются, вот таким вот образом, может быть, защищают. У них огромное количество вопросов, связанных с правом убежища. Огромное количество с тем, кого хотят депортировать в какую-то страну, где ему угрожает какое-то там преследование уголовное за какие-то вещи. Ну вот, вот такими вещами они занимаются. Но это действительно точечное дело, точечное. И пока не будет изменено законодательство, и мне кажется, здесь законодательство в основном должно быть, все-таки мы должны пройти через этот путь, через который прошли там другие страны, когда сурово наказываются те, кто эксплуатирует вот этот вот рабский труд мигрантов. Защищать права мигрантов нужно, но вот мы сейчас готовим доклад, который называется «Защита прав москвичей в условиях массовой нелегальной миграции». Вот как мы ставим сейчас вопрос уже, и это не после Бирюлева, а это мы занимаемся этим делом уже с начала этого года. Еще в своем отчете в прошлом году я написал, что мы будем готовить вот такой вот доклад о защите прав москвичей, потому что эта проблема переросла уже в ту ситуацию, когда нарушаются права москвичей в связи с массовой миграцией в городе Москве. И там огромное количество, начиная с того, что огромное количество людей здесь появляется, но они не платят никаких налогов, а все социальные обязанности остаются за городом. И лечение там, и в случае каких-то там вещей, предоставление каких-то других услуг, и детские сады, и школы, все это ложится просто на город, на городские службы, городские власти. Поэтому это и то, что произошло в Бирюлево, это же не было случайностью. Взаимодействие людей совершенно другой культуры с москвичами приводит иногда к столкновениям, тем более если приехавшие люди не хотят эту культуру принимать, не хотят эти традиции, обычаи уважать. Это, конечно, приводит к огромному количеству вот таких вот взаимодействий. Все это вылилось вот в вопросе, все это вылилось в ситуации в Бирюлево, а могло вылиться и в других местах. И наверняка вылиться, если не будет принято никакой, если не будет принято разработан никакой внятной миграционной политики. Но разве Россия не опасается того, что эти мигранты, в отношении которых довольно много нарушений, могут, например, подать в Европейский суд на страну? Ну и подают. А что, у нас с Европейским судом сложились очень замечательные отношения. Европейский суд принимает решение о том, что Россия должна выплатить людям компенсацию. Таких же очень много уже решений, огромное число решений. Даже по экстрадиционным нашим телам колоссальное количество решений. По чеченским телам, где там утрачено жилье и имущество, огромное количество. Или убитые есть люди, расстрелянные, бессудные и так далее. У нас вообще чуть не месяц каждый возникает такое решение Европейского суда, по которому Россия должна платить, потому что она признается нарушительницей международного права. Ну и что? Россия платит. Россия платит. Это выглядит уже как налог на нарушение международного законодательства и внутреннего законодательства тоже. Россия богатая страна, она выплачивает этот налог. А кроме финансовых наказаний для страны, там существует еще решение общего характера. То есть Россия предлагается изменить такую-то систему, внести изменения в закон. Фактически эти решения общего характера не выполняются никогда. И получается, что наши отношения с Европейским судом сводятся к тому, что Россия выплачивает людям эти деньги и все. То есть, например, и эти же родители у Мурали Назарова в принципе тоже могут подать в суд? Они могут подать в суд, они могут получить деньги, но они не могут получить своего ребенка. Зашел разговор со Светланой Алексеевной и о все больше выявляемых в России среди мигрантов якобы закапсулированных ячеек террористических организаций. В конце октября 150 мигрантов задержали в Москве в рамках операции «Мигрант». Правоохранители обнаружили у мигрантов запрещенную в России книгу «Крепость мусульманина», а также изображение флага группировки «Хизбут Тахрир Али Слами», которые на территории России объявлены экстремистской. Из 150 задержанных 20 были объявлены связанными с террористическими группировками. По информации следствия, все подозреваемые обладают навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов. Круг, привлеченный к уголовной ответственности лиц, может быть расширен, так как не все участники организации установлены, сообщили представители следствия. Задержали целый ряд таджикистанских мигрантов, и не только таджикистанских, в Средней Азии. Около 40 человек было задержано в «Хизбут Тахрир». Да, совершенно верно. И так далее. А сейчас вот судят у нас за причастность какой-то организации, там 15 человек на улице Маши Парваева, просто очень энергичная одна женщина из Центральной Азии, сняла квартиру и пускала туда на ночь разных мусульман. Ну вот из них сделали какой-то джамаат, не знаю чего. Причем я не могу произнести, они не могут произнести название этой организации, которую они... То есть понятно, что они совершенно не были, как говорят, закапсулированными, террористическими... Абсолютно они не собирались, ничего. Это были просто работяги, больше ничего. Просто ребята, которые здесь работали. И среди них есть наша дагестанцы, и среди них есть люди из Центральной Азии, среди них есть сосед, которые вообще просто никакого отношения к этому делу... Вот недавно еще один был случай. Следственный комитет рассказал о том, как задержали двух, опять же, таджикистанцев за то, что они ограбили, там произвели... Ну, грабеж был вооруженный, автомобиль забрали. В общем, общая сумма ущерба составила полтора миллиона. Вроде бы все понятно, уголовное дело. И тут же сообщается, что они оба являются приверженцами, если не Хизбут-Тахрир, то тоже чего-то очень нехорошего, исламистского, террористического, экстремистского и так далее, и так далее. Вот как этим людям попытаться доказать, что нет, мы к этому... Вы знаете, это почти невозможно. Вот у нас был... Больше года назад у нас был просто украден... Украден такой Мирсабир Хамид Кореев. Это парень, молодой человек, который был продюсером фильма против Каримова в Узбекистане. Продюсер и предприниматель из Узбекистана Мирсабир Хамид Кореев по запросу узбекских властей был задержан в 2013 году в Москве. По версии узбекских следователей, в 2009 году Мирсабир Хамид Кореев вместе с друзьями создал террористическую организацию «Ислом Жихот Челари», в состав которой вошли известные спортсмены, представители творческой интеллигенции, бизнесмены страны. По данным правозащитников, обвинения узбекской стороны полностью сфабрикованы. Дела мнимых экстремистов из творческой интеллигенции носила заказной характер, поскольку один из его фигурантов, бывший любовником дочери президента Узбекистана Гульнара Каримовой, незадолго до этого по совету друзей разорвал эти отношения. Многие знакомые, друзья и младший брат продюсера были арестованы сотрудниками узбекских специалистов, служб, осуждены на долгие годы и подвергнуты жестоким пыткам. И вот он приехал сюда и обращался за убежищем, и его все время пытались передать узбекам, причем нелегально передать. Однажды, когда дело рассматривалось в суде, полиция его пыталась все время передать узбекам, полиция, ФСБ, наверное, скорее всего, пыталась это сделать. Первый раз его пытались выдворить, и когда суд принял решение против выдворения, то буквально нашему адвокату пришлось выйти из машины и не пускать узбекскую машину, следовать за машиной, которую возили этого человека. Потом мы обращались за убежищем. К нему приехала жена. Жена, кстати, не узбечка, она татарка. Жена абсолютно свободная женщина, свободно себя вела, вполне европейская была. Жара, она была беременна, и она ходила в открытом платье, не то чтобы в хиджабе, в открытом платье, коротком. Ну, абсолютно современная женщина. И вот в июне прошлого года, если не ошибаюсь, 2 июня, 2 июня прошлого года, ему отказали, значит, конечно, в статусе беженства, как положено, но 2 июня суд принимает уникальное, первое, вот за всю мою жизнь, решение такого рода. Суд принимает решение удовлетворить нашу жалобу на отказ в предоставлении статуса беженца, но это еще не все, и обязать миграционную службу предоставить статус беженца. Обязать. И вот 12-го числа, 2-го суд, 12-го решение суда вступает в силу, а 9-го его похищают на улице. И вот как вы мне скажите, может такое произойти? На улице, вот жена, он и женой, и ребенком едут в поликлинику, и жена выходит на минутку в аптеку. Возвращаются ни мужа, ни машины, ничего нет. Мы дали в Европейский суд, мы до 2-х часов ночи вот здесь сидели, направляли на границу, всюду факсы, остановить решение суда, вот оно вступает в силу через 3 дня, остановить ничего мы не остановили. Мы звонили на границу, на границу нам отвечали пограничники, да-да, мы факс получили, федеральную миграционную службу, в ФСБ, в Европейский суд, всюду. Европейский суд применяет правило 39, то есть запрет выдачи. А кому запрещать, когда мы не знаем, где он? Ну вот, и следователь, который делал, вроде как, возбуждено по незаконному похищению человека. Меня вызывали как свидетеля. Причем, что интересовало следователя? Он интересовался, что ел этот человек, как ходила его жена. Вот это имеет значение, если человека похищают? Но я должна сказать, что жена ходила в открытом платье, и он, извините, ел свинину. Вряд ли он такой уж экстремист. Так вот, что выясняется дальше? Дальше выясняется, что он в Ташкенте, в тюрьме, и когда нашего юриста, правда, благородно, допустили к делу, и он ему сказал, что летел он обычным рейсовым самолетом. То есть, короче говоря, похищение, совершенное узбекскими спецслужбами, в котором участвовали спецслужбы России. Сейчас Мерсабир Хамид Кореев находится в колонии общего режима города Наваи. Это в центре Узбекистана, в 400 километрах от Ташкентах, посреди пустыни Каракумы. В тюрьме Наваи содержится около 4000 зэков, при том, что изначально она рассчитана на 1500 человек. В ней сидят как уголовные преступники, так и осужденные по экономическим или политическим статьям. Нашему телеканалу удалось найти недавно вышедшего на свободу заключенного, который долгое время находился в одном отряде с Мерсабиром Хамид Кореевым. Они не были с ним друзьями, но нахождение в одном отряде невольно сближает. Он согласился рассказать о том, в каком состоянии сейчас находится Хамид Кореев, каким он увидел его, когда Мерсабира только перевели из Таштюрьмы, и как чуть менее чем за год мужчина становится живым трупом. При этом наш собеседник настоял, чтобы не только не показывали его внешность, но и изменили даже голос. Очень уж опасно в условиях Узбекистана рассказывать то, что власти демонстрировать совсем не спешат. Без разницы, за что я сидел, я только недавно вышел оттуда и не хотел бы вновь там оказаться. Я видел сам, как Собира привели на зону на ВАИ из Таштюрьмы. Он тогда еще был уверенным в себе. Мы чувствовали, он не такой, как мы. Он же был на воле при деньгах, кино снимал. Потом его начали ломать. За что не знаю, он не говорил. Сам видел, как его полуживого возвращали в барак после беседы. Его часто потом отправляли в карсер, хотя Собир тихий, особо не нарвался. Поставили его работать, кирпичи таскать. Собир еле ходил, загибался каждый день. Я спрашивал, он говорил, позвоночник когда-то ломал в аварии. Ему тяжело, нельзя, но никуда не денешься. А жены его муружат сутками в очереди, когда разрешают свиданку. С ней всегда его мать и ребенок. Его мать однажды устроила скандал, обещала себя поджечь на глазах журналистов, если не пустят к сыну. Тогда пустили. Передачки из дома сначала ему не давали. Он тогда пообещал выкинуться в печь для кирпичей. Потом начали отдавать. Но сначала все измельчают, порежут, типа что-то ищут. Даже колбасу режут, сигареты ломают. Обычно такого нет, другим нормально отдают. Ему уже выставили 4 предупреждения. Значит, по УДО точно не пойдет. Отдали ему 8 лет. Он не отсидел еще 2-х годов, по-моему. Знаю, что последний раз его отрядные избили за то, что какие-то его знакомые из Москвы уехали в Сирию. Сказали, что это он их перевал. Исламское государство прямо из тюрьмы. Опять нарушения повесили. Сабир сильно изменился, не ходит. Постоянно оглядывается, дрожит. Думает, что долго не протянет. Во сне он бормочет. Живой он сейчас, я не знаю, я уже пару месяцев как зоны. Таш-тюрьму, в которой сначала содержался Мерсабир Хамедкариев, даже с натяжкой сложно назвать исправительным учреждением. Таш-тюрьма – это не только географическое обозначение ее нахождения в Ташкенте, но и название материала. Таш по-узбекски камень, из которого она построена. Ташкетский Централ стал первой каменной тюрьмой в Центральной Азии. Его построили еще при Российской империи в конце 19 века. И долгое время он считался в регионе образцово-показательным. Но еще бы, в нем не было зинданов, а головы не рубили прямо на глазах у других заключенных. Сейчас, по некоторым данным, Таш-тюрьма едва ли не самая густонаселенная зона мира. В ней содержалось в некоторые периоды до 20 тысяч заключенных. Это тюремный город внутри города Хлебного. О нравах и устройстве Таш-тюрьмы и других зон рассказывает Сафар Бекжон, политзаключенный, который три года отсидел в разных колониях Узбекистана за создание политической партии ЭРК. Эта партия выдвинула на первых выборах в 1991 году альтернативного исламу Каримову кандидата Мухаммада Салиха, сумевшего, по некоторым данным, набрать голосов больше, чем сам Каримов. Сейчас Мухаммад Салих, как и Сафар Бекжон, нашли убежище в Европе. А вот брат оппозиционного кандидата, журналист, уже почти 20 лет находится в узбекской тюрьме. Тогда я попал туда, значит, в 1993 году, в октябре месяц, тогда была эта тюрьма. Значит, тюрьма в полном смысле, в которой там годами люди сидели. Меня отправили туда после подвала Министерства унтернативного Узбекистана, после трех месяцев на одиночной сиделке. Значит, туда я надеялся, что там будет у меня легче, но там хуже отправили. Туда отправили в седьмой подвал, который... Это восьмой подвал, там расстрель, и в седьмом подвале сидят люди, которые переговорены к расстелеру. Я вместе с ними сидел сначала, но с ними сидеть очень тяжело, конечно. Люди, которые там, конечно, не сразу же расстреливают, люди там ждут годами. Там было мне немножко свободно, потому что, когда я в МВД сидел, я в голодовке, неделю находился, объявил политическую голодовку, мог через скорую помощь, которые мне пришли посмотреть, через доктора, наши основные части доктора были сторонниками нашей дивизии, партии ИРК. Поэтому они сразу, как увидели меня, я на уху сказал, что я находился в политической голодовке, передаю это всему миру. Значит, это была сенсация, была политическая голодовка, первый раз в истории Узбекистана сделала я и сидел в подвале МВД. Оказывается, допросы делают, садистские допросы делают заключенные, которые, это лохмачи, или как у них сотрудниками, сотрудники администрации, люди, которые на всю жизнь там сидят. Сейчас, конечно, там красная тюрьма, красный изолятор, там правит администрация и кого хочет, того убьет. Но тогда все равно простого человека, который не имеет ни финансовой возможности, ни политической возможности, там истязали постоянно. Там было слышно, что люди истязали. Постоянно умирают люди из истощения при допросах. То, что я передавал информацию, это была основная информация, которая подтверждена. То, что я изучаю изнутри, достоверную информацию передаю, потом выяснилось. Это было. Но покончить этим они хотели, уже забрали меня, отправили, это значит, в Каракарпакистан, город Нюклюз, там тюрьму. Нюклюз я там видел страшные вещи, там убью, убью. Я несколько раз сидел, в камере, что так сильно истощает людей, привозит, бросает, он через несколько времен умирает. Сидишь с ним, мертвым, несколько дней, не трогает, просто бросает туда. Сидишь, сидишь, кричишь, пусть замирает, он умирал. Хорошо, что это была зима, зима, там холодно. Я думал, что если летом случится такое, что будет там страшно. Не раз из России похищали оппозиционных активистов не только узбекские спецслужбы, но и таджикистанские. Одним из громких дел стало похищение лидера движения молодежи за возрождение Таджикистана Максуда Ибрагимова. Молодежный лидер организовал митинги в России среди мигрантов, обличая власти Таджикистана в коррупции и некомпетентности. Примечательно, что депортировать из России в Таджикистан Ибрагимова было невозможно. Он стал российским гражданином. Выход таджикские спецслужбы нашли. Его оглушили в Москве и на самолете в багажном отделении перевезли в Душанбе, где он благополучно получил свои 17 лет тюрьмы. После же сказали, что он сам отказался от гражданства России. В 2005 году аналогичным образом был вывезен Махмуд Рази Искандаров, председатель Демократической партии Таджикистана. Ему дали 23 года. Давайте я вам вопрос задам, можно? Как вы думаете, сколько у нас человек на сегодняшний день имеет статус беженца? Вместе с украинскими? Да, вместе с украинскими, конечно. Ну, не знаю, наверное, около миллиона. У нас статус беженца на сегодняшний день, чтобы вы знали, имеет 816 человек. Даже с украинским конфликтом? Вместе с украинским беженцем 816 человек. Это для какой страны? Это не для какой-нибудь страны, это для какого-нибудь, я не знаю, Малаховки. Так в чем же причина? Почему отказывают? Если человек может доказать, что его преследуют, политзаключенные из Туркмении, например. Есть установка, у нас книжка, мы только что выпустили о системе убежища. Не может управление, потому что у нас как бы есть своя система убежища. Вот она распространяется на 816 человек. Правда, у нас есть дополнительная форма, дополнительные гарантии, так сказать. Это временное убежище. И вот тут вы правы, у нас 311 тысяч украинцев имеют это временное убежище. Это статус, который дается всего-навсего на один год. Дальше, для того, чтобы продлить, нужно начинать все сначала. Понимаете, поскольку Россия не справляется с тем ничтожным потоком, который сейчас есть, то не справиться это легко. Трудно справиться. Но я думаю, что Россия в состоянии справиться. Что значит, мы говорим не справиться? Мы ничего не делаем. Для тех же украинцев, вы смотрите, вначале был страшный энтузиазм, огромный энтузиазм. И общество их принимало, гражданское. Очень много людей поселили у себя украинцев и построили лагеря. Там было большое количество лагерей. Сколько осталось из этих украинцев в этих лагерях? 19 тысяч на сегодняшний день. Все понятно. Спасибо большое за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok